Добрый день, меня зовут Виталий Самохин. И это видео я записываю для тех, кто мечтает работать на себя, или вы уже предприниматель, но готовы рассмотреть дополнительные возможности для своего бизнеса. Коротко расскажу о себе. Бизнесом занимаюсь последние 20 лет. В 2003 году я стал предпринимателем, зарегистрировал в Москве компьютерную компанию, которая успешно проработала следующие 10 лет и вышла наоборот миллион долларов в год. Это позволило мне иметь доход намного больше, нежели бы я работал по найму, но я практически не видел свою семью, не принимал участие в воспитании троих детей, о времени на спорт и хобби я даже и не думал. И в такой период начинаешь задумываться, ты для этого открывал свой бизнес? Ты вообще такой видел свою жизнь? Сразу вспоминается фраза, когда у вас свой бизнес, то вы можете работать полдня, причем самостоятельно выбирать, какие именно 12 часов работать. Еще один умный человек задал мне тогда вопрос, «Насколько, Виталий, ты раскрыл свой потенциал, занимаясь тем делом, которым занят?» Я тогда ответил, ну, процентов на 30. Если ваш ответ сейчас примерно такой же, как у меня тогда, то это видео точно для вас. В тот период я уже был готов к изменениям и совершенно случайно ко мне позвонил один мой хороший знакомый, очень успешный предприниматель, с предложением открыть параллельно своим бизнесом еще одну корзинку с хорошим доходом, выделяя на это 2-3 часа в день. Он был тогда уже долларовым миллионером со множественными источниками дохода, поэтому к его предложению я отнесся серьезно, потому что понимал, что чем-то несерьезным и ненадежным этот человек заниматься не будет. Тем более, что речь шла об официальном партнерстве с крупной немецкой компанией. С тех пор, друзья, моя жизнь круто изменилась. Уже через два года доход от второго бизнеса сравнялся с доходом от основного, и мы с женой принимаем решение о продаже компьютерного бизнеса. И за последние годы я наконец почувствовал тот вкус свободы, о котором так давно мечтал. Когда у тебя есть хороший, стабильный, ежемесячный доход. Когда тебе не нужно вкладывать личные средства в развитие собственного бизнеса. Когда тебе не нужно оплачивать людям зарплату, аренду, большие налоги и уплатить постоянно растущие комиссионные маркетплейсы. Я и плей на упрощенке. Не боюсь, что ко мне в офис придет проверка, потому что у меня и офиса фактически нет, ведь я работаю из дома. Мой бизнес не привязан территориально к определенному месту. При желании я могу переехать в любой город России, где есть хороший интернет, и развивать свой бизнес оттуда. И даже могу переехать в любую из 30 стран, где есть официальное представительство немецкой компании, и мой доход от этого не прервется. Еще этот бизнес по российскому и немецкому законодательству можно передать по наследству детям. И это не теория, это реальный факт, и в России уже такие случаи есть. И что бы ни случилось, моя жена не останется без денег с тремя детьми, потому что мне удалось создать такой источник дохода, который моя семья сможет получать и без меня. У меня расчетный счет ИП в Тинькофф банке с 2012 года. Однажды звонит ко мне менеджер банка и говорит, что у меня очень большой процент вывода средств в себе на карту, почти 100% не считая налогов. Посоветовал мне оплачивать расходы корпоративной картой, на что я ответил, что в моем бизнесе расходной части нет. Сейчас слушаю сам себя и понимаю, что все это звучит как сказка. Но, ребята, я живу в этой сказке уже более 10 лет. И про такой стиль жизни Роберт Киосаки, с кем я имел возможность встретиться дважды, подробно рассказывал в своей книге «Бизнес 21 века». Найдите эту книгу, прочитайте, или если нужно, я пришлю ее вам в электронном виде. Мой бизнес-партнер, немецкая компания, про которую я вам позже расскажу, была основана в 1985 году. И на бизнес-семинарах в Германии я видел немцев, которые развивают свой бизнес в компании по 20-30, а кто-то даже 35 лет. В России, ребята, будет так же. Задумайтесь, если люди годами и десятилетиями занимаются одним и тем же делом, значит в этом что-то есть. Еще в нашем семейном бюджете почти исчезла статья расходов на автомобиль. Ведь наша компания является крупнейшим корпоративным клиентом трех немецких автоконцернов – Портсваген, Мерседес и Порше. Да, в текущей ситуации поставка этих автомобилей временно невозможна, поэтому мы в России пока перешли на китайский автопром. У компании сейчас есть большой парк корпоративных автомобилей, которые на лучшим партнерам предоставляют в личное пользование, сама при этом оплачивая. ОСАГО, КАСКО, Транспортный налог, Карту помощи на дорогах. Компания сама меняет вам резину и сама ее еще хранит. Из моих расходов остались только бензин, мойка и парковки. Мы с женой за последние годы получили 4 автомобиля, 2 Фольсвагена и 2 Мерседеса. Но самое главное, у меня появилось свободное время, которое я теперь ни на что не променяю. Это то великолепное чувство, когда тебе все равно. Понедельник сегодня или пятница, выходной или рабочий день, когда у тебя есть достаточно времени на то, что для тебя действительно важно. Моя жена и дети всегда рядом со мной, я стал круглогодично заниматься бегом, и я очень благодарен Богу, что когда-то рассмотрел эту возможность. Сейчас я вышел на уровень, на который могу помогать уже другим предпринимателям прийти к такому же стилю жизни. Ведь богатство в современном мире это вовсе не деньги, это время. И мне больно смотреть на ту статистику, которая говорит о том, что многие ИП сейчас закрываются, не выдерживая конкуренции. А это ведь люди, которые точно заслуживают большего качества своей жизни. И моя задача рассказать им, что есть вариант. Я предлагаю нам выбрать удобное время для видео со звона на 15-20 минут, в ходе которого я вам все подробно расскажу, и после этого отправлю необходимые материалы для ознакомления и изучения. Ведь если есть надежный бизнес, который дает столько преимуществ, логично же как минимум узнать о нем больше. По крайней мере, вы ничем не рискуете. Если это предложение сейчас постучалось в вашу жизнь, то как минимум рассмотрите его, ведь одно может изменить и вашу жизнь тоже. Успехов вам и до скорой встречи!